Привет, друзья! Это проект Русская Америка. Я сейчас хочу рассказать про интернет-торговлю. Я когда приехал в США, я как-то вот немножко заинтересовался этой темой, начал немножко читать, изучать. Ну, наверное, несерьезно обчитывался. А тут так получилось, что я наткнулся на статью знаменитую, это Forbes, которая 30 самых известных интернет-компаний. И уже многие просто издания поперепечатывали. Даже американские издания, американская пресса перевела эту статью, то есть она, наверное, на английском языке. Русский Forbes это написал. Вот, 30 самых известных интернет-компаний, которые зарабатывают там огромные миллионы долларов. И в основном там интернет-магазины. И я вот задумался, получается, как бы за два года такой рост. То есть, если интернет-торговля так популярна на Западе, значит, все-таки она потихоньку начинает популяризироваться и в России, и в странах бывшего Советского Союза. И начал читать, смотреть, просто в Ютубе написал в поиске интернет-магазин, и начал просто тупо смотреть там все сюжеты одни за другим. Вот. И наткнулся на очень много интересных интервью с владельцами интернет-магазинов. Был впечатлен статьей в интернете, нашел статью про интернет-магазин, когда женщина просто на дому его начинала, то есть там по каталогу Отто сначала продавала вещи, сама там бегала с тремя детьми на почты, рассылала, а сейчас это огромная там, огромная корпорация там с тремя тысячами сотрудников. Вот. Ну, таких примеров очень много, там тот же Купи Вип, как немец этот Оскар тоже поднял, и сейчас у него там уже куча разных проектов, кроме Купи Вип. Посмотрите, с ним, кстати, есть интервью в Ютубе, очень интересное. Это же их несколько, и Тиньков брал у него интервью, по-моему, там на Финам или на Коммерсант FM он выступал. Длинная такая передача, и подробно вас расспрашивают во всех вопросах. И я сейчас жалею, что я потерял на самом деле два года и не занялся этим сразу. Сейчас немножко у меня появилось свободное время, и я вот все свободное в это время посвящаюсь, в всяком случае, изучению этого рынка, и я принял решение заняться интернет-торговлей. То есть пока эти вещи возить из США, то есть помогать, как бы, то есть люди покупают где-то на площадке какой-то интернет, порядка, там, ста известных самых интернет-магазинов. Помимо eBay и Amazon есть много очень известных интернет-магазинов. Там про один Аня рассказывала, который мы, например, покупаем. Вот. На Русской Америке есть этот сюжет. И сейчас мы строим свой сайт, который будет заниматься тем, чем занимаются уже другие, и, как бы, ну, мы будем стараться их, конечно, опередить. Когда я начинал блог на Русской Америке, на Ютубе, тоже, наверное, 50, уж точно, сейчас, наверное, их уж штук 100, а 50 было блогеров, которые про Америку рассказывают. Ну, мы сумели как бы в лидеры попасть. Это вот позиция такая, надо стараться быть лидером. Это не так уж плохо. Вот. Поэтому, даже это очень хорошо, какое старание иметь, старание стать лидером. Поэтому мы тоже будем стараться конкурировать. Конкуренция – это хорошо, раз есть много компаний, которые этим занимаются, отправкой товаров, когда человек купил, но напрямую интернет-магазин не отправляет, например, в Россию, в Украину, в Казахстан, а он отправляет на американский адрес, компания-посредник уже занимается отправкой. Вот. Потому что очень малое количество интернет-магазинов, которые напрямую отправляют в страны, бывшие союзы, в Советский Союз. И таких компаний-посредников много, но мы выходим на рынок, мы будем стараться, мы будем делать отдельно каналы, канал уже существует, называется «Магазины в США» на Ютубе. Ну, будем стараться конкурировать и делать лучший сервис, быстрее осуществлять доставку, делать какие-то скидки и так далее. Ну, как бы это все уже тут конкуренция, и здравая конкуренция, она должна быть. И те компания, человек выбирает, как бы голосует кошельком, он выбирает ту компанию, которая ему по вкусу, которая, как бы, ему делает лучший сервис. Вот. Поэтому интернет-торговля – это огромное будущее. И, в принципе, я думаю, что, как показывает, во всяком случае, статистика, я тоже думаю, что это так и будет, что чуть ли не на 10% каждый год будет увеличиваться интернет-покупки из зарубежных стран в России. Потому что в российских интернет-магазинах покупать, ну, не очень выгодно пока, очень дорого, да, там, может, быстрее доставка, хотя, относительно быстрее, если тут, может быть, может, так быть, что тут UPS с Америки придет быстрее, чем по России. Ну, допустим, быстрее доставка, но цены, конечно, ну, просто нереальные. То есть, они что делают? Они также покупают в интернет-магазинах американских, просто оптом, имеют еще большую скидку, завозят, например, на склад в Москве, там, или куда-нибудь, там, не знаю, в Екатеринбург. А потом делают эту доставку. Мы, конечно, будем работать напрямую, то есть, с американскими компаниями. Вот, это будет значительно дешевле. Потом в дальнейшем можно говорить, допустим, мы уже поймем за год-два, то есть, что люди больше всего покупают, и будет уже у нас конкретно своя персональная статистика. Тогда уже можно говорить, там, о складе, допустим, в России. Но, опять же, надо снижать цены. Ну, то есть, должна быть очень минимальная наценка, чтобы, иначе мы не сможем конкурировать. Потому что люди понимают сейчас уже, что все, интернет-магазины в России на бешеную ценку надо покупать за границей. Это много дешевле. Ну, вот так поделился своими эмоциями, мнением по тем, что я сейчас изучаю, это интернет-торговля. Заветую тоже посмотреть сюжет в Ютубе про интернет-торговлю. Там много чего интересного вы узнаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!